Правительство Москвы не только участник форума, он один из основных организаторов, я бы сказал, инициаторов мероприятия. Первый раз оно прошло в 2012 году, мы только тестировали свои гипотезы. Первый раз приглашали к участию бизнесменов, иностранцев, предпринимателей, стартапов, ученых. Многие из наших гипотез подтвердились. С каждым годом этот третий уже форум качества программы прежде всего растет, растет качество организации. Это важно, потому что достаточно большое число людей, которые должны получить здесь удовольствие вовремя пройти, найти то, что они хотят, организовать встречи. Правильным был фокус в этом году на компании ранней стадии. Мы много видим интересных проектов, но многие не представили свои продукты. Это сильно оживляет выставку прежде всего на форумную часть и так же. В этом году у нас страна-партнер Китай. Это тоже интересная составляющая. Если вы помните, прошлый год это была Финляндия, сейчас взор на Азию. Это дало свою изюминку в истории, потому что у нас достаточно разные культуры, и нам нужно достаточно много разных форматов для общения и нахождения понимания. В целом мы на правильном пути. Форум не идеальный и, наверное, никогда не будет идеальным, но это очень рабочее мероприятие, от которого большое число людей в тысячах измеряемо получает практическую пользу. Новые контакты, новые идеи, которые уже после форума будут реализовываться. Это касается непосредственно правительства Москвы. В рамках форума мы провели целую серию мероприятий по такому спид-дейтингу предпринимателей, которые предлагают интересные решения для города и для органов исполнительной власти, которые отвечают за отручную сферу. Это касается здравоохранения, касается коммунального хозяйства. Сегодня мы видим конкурс «Открытые мастерские», когда буквально в рамках этого форума в течение трех дней небольшие команды студентов, молодых инженеров доделывают свои прототипы. Сейчас их представят в жюри. Очень-очень интересно. Москва, особенно последние два года, достаточно пристально смотрит на Азию. Примерно полгода назад в Гонконге, в Китае, была большая делегация во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В Москве сейчас есть чем делиться. Например, с точки зрения проведения таких calls for solutions, открытых запросов, Москва один из лидеров в мире. В этом году мы запустили уже 10 таких запросов по самым разным темам. С точки зрения collaborative idea management в правительстве Москвы, город также один из лидеров в мире. Мы начали этот проект в 2014 году. Снедрение систем совместной генерации и обсуждения идеи в крупных городских организациях. Летом стартовал конкурс «Новаторы Москвы». Сейчас его участниками уже являются несколько тысяч человек. Сотрудники самых разных организаций. Подано более 700 самых разных идей. Эти проекты будут продолжаться. Это фактически то, о чем форум. Это открытая инновация, когда город открывается в самых разных форматах. И к своим сотрудникам, и к внешнему миру. Поэтому мы будем общаться и на этих темах с нашими коллегами в Китае. Учиться у них, они будут учиться у нас. А именно через совместные проекты и строиться сотрудничество. Не через что другое. Через проекты и доверие. Редактор субтитров А.Семкин